Так что состояние комфорта нарушается, когда имеет место переход к функционированию в десинхронизированных резимах психической деятельности, в рассудочном или эмоциональном. Подобное происходит и с пилотом, который начинает функционировать в рассудочном режиме. Спустя какое-то время после выхода в десинхроноз внутренний механизм психической регуляции сигнализирует об этом. Это вызывает появление беспокойства, дискомфорта. Но это беспокойство изначально рождается не в уме, а в вентальном существе, на уровне телесного сознания. Именно телесное сознание начинает ощущать, что оно выпало из привычного рабочего режима. То есть с тела начинать. С тела должно делать так, как оно всегда делало, а ему не дают это делать. То есть рассогласование между биороботом и ментальным человеком вызывает повышение недоэмоционального напряжения. Понятно? То есть тело, с тела начинается оно должно действовать, как всегда, а ему не дают. Но видите, какие тонкости. Но они имеют место быть, как факт. Именно телесное сознание начинает ощущать, что выпало из привычного течения времени. Этот дискомфорт проявляется в росте психоэмоционального напряжения, которое можно зарегистрировать по изменениям речевых показателей, по характеру управляющих действий. Вот видите, в центре ядро рассудочное, а начинаются выбросы по периферии. Это рост нервно-эмоционального напряжения. Выбросы пошли от ядра. То есть три картинки существенно отличаются друг от друга. Так что посмотрите на годограф управляющих действий, баранка, штурвал, да, на третьем рисунке. В центре годографа картина, характерная для функционерной психики в рассудочном режиме, но по периферии имеются выбросы, которые являются результатом роста психоэмоционального напряжения, то есть следствием возникшего телесного дискомфорта. Состояние перестаёт быть стабильным. Длительное отставание активного сознания пилота от реальности требует ускорения психологического времени с одной целью – догнать ситуацию. Если я замедлился, надо догонять. То есть это внутренне, это не из головы идёт. Надо ускориться. Это внутренний процесс, он не осознаётся. Так что рассудочный режим функционерной психики при росте нервно-эмоционального напряжения готов смениться на эмоциональный режим функционирования, характерным признаком которого является опережение реального времени. Если маятник, да, маятник, качнувшийся в сторону отставания от реальности, теперь, стремясь догнать реальность, двигается в направлении её опережения. Вот так. Таков внутренний закон функционирования человеческой психики. Что же происходит? Начинает активно функционировать витальное тело пилота, стремящегося догнать выходящую из-под контроля полётную ситуацию. Желание во что бы то ни стало догнать резко ускоряет психологическое течение времени. Управление воздушным судном мгновенно переходит в руки третьего человека, человека витального, человек, который функционирует в режиме эмоциональной и психической деятельности. Ну, это уже, видите, картинка серьёзная. Это управление баранкой штурвала. Смотрите, какое оно точное, компактное. А тут уже разбалансировка, право-влево, туда-сюда, везде всё не так. А это на посадку всё точно должно быть выверено, да ещё и показатели не видишь. Всех необходимых. Это уже разбалансировка самого самолёта. Размашистые управляющие действия, видите? Когда должно быть точно, выверено и нормально, как всегда. Посмотрите, какой разброс двигательных действий по амплитуде и скорости перемещения баранки штурвал. Нет той компактности, которая раньше наблюдалась. Но рисунках 1,2 ещё вот компактно как-то всё, да? То есть самолёт не раскачивается. Сразу скажу, что пилотирование самолёта в эмоциональном режиме, функционирование психики, приобретает опасный характер. Это опасное пилотирование. Разберёмся, почему. Двигательные действия не носят плавный, строго дозированный характер, как это требует ситуации на ответственных участках полёта, например, при выполнении посадки. Когда необходимо предельно строго выдерживать параметры полёта. Резкие и размашистые управляющие действия приводят к раскачке самолёта, преждевременному снижению и столкновению его с землёй до ВПП, до взлётно-посадочной полосы или к грубой посадке на полосу. Но это ещё не всё. Это ещё не самое главное. В процессе эмоциональной и психической деятельности с памяти извлекаются знакомые стереотипы поведения и действий, и начинается их ускоренная реализация. То есть тело вспоминает, как бы извлекает то, что оно должно делать на посадке, но в очень ускоренном режиме. При этом реальная полётная ситуация фактически отстаёт от действий пилота и формируется как бы за его спиной. Естественно, что связь с ней, то есть связь с полётной ситуацией полностью прерывается. То есть он никак не связан, пилотируя самолёт, с тем, что на самом деле происходит. То есть полный отрыв от реальности. А потому человек не в состоянии контролировать ситуацию, вовремя вносить необходимые коррективы. Никак, нет возможности у него такой. Всё, в силу особенностей психической деятельности в этом режиме. В процессе эмоциональной и психической деятельности в сознании человека возникает императивное или повелительное стремление выполнить задуманное во что-то не стало. Например, посадить самолёт непременно и больше ничего. Ему кричат, Михалыч убьёшь, он да-да-да-да и бьёт. Ну, такие случаи мы наблюдали. Куда убьёшь? А он, да-да-да, всё нормально. До него достучаться неважно. Все сигналы звенят, нельзя, прекратите заход, уходите на второй круг. Никакого внимания. Он никак не связан с полётной ситуацией. То есть он слышит звуки, слова, но он их не в состоянии оценить. Сигналы, он их видит, но не в состоянии оценить. Он будет сажать машину. Вот в такие вот ловушки попадают пилоты. Вот это та самая ловушка, которую мы не могли никак объяснить. Почему все его последующие действия только усугубляют ситуацию? Тебе понятно. То есть мы нашли этому объяснение. Никаких тайн теперь, как бы оценить полётную ситуацию, проанализировать, и просто нет. Посмотрите, как охотятся хищные животные. Они охотятся, пребывая в эмоциональном режиме, непосредственно перед броском к жертве. И они полностью концентрируются на задуманном, видят только цели, во что бы то ни стало, хотят её осуществить. Вот если нацелена там кошка на мышь, да, или тягот нам, им можно подойти, взять и унести. Она не заметит, что к ней подошёл. Понимаете, да? Нацеленность только на конечный результат. У пилота на посадку. Так же человек, находясь в эмоциональном запале, в спорах, в сороках, в драках, ничего не видит и не слышит, направляет своё внимание на объект нападок. Да? Знаете, как вот в спорах, во гневе, вы ток туда. Вам говорят, дёргают, а вы это молоток можете взять. Понятно, да? Это эмоциональный режим. Так вот, лишь после рождения литивистской концепции психической деятельности человека, нам стало понятно, почему пилот в ряде критических ситуаций совершенно не обращает внимания на предупредительную сигнализацию о возникшей опасности, не реагирует на реплики и предупреждения других членов экипажа и диспетчера о необходимости радикально изменить полётные ситуации, гибнет, унося с собой в жизни других людей. Что это? Преступная самонадеянность или халатность? Ни то, ни другое. Это закономерное следствие функционерной психики-пилоты в эмоциональном режиме. Вот на основании данных расшифровки параметров полёта я мог, как по гадиограмме сказать, у кого инфаркт где-то по изменению, вот с этой ситуацией, вот если мне дают, я не знаю, какая ситуация, с этого момента ситуация необратима. И оно действительно катастрофа. Но вслепую, если посмотреть, дадут мне вот кусочек, вот я вижу этот переход, всё. Там дальше катастрофа, другого быть не может. И что касается реального течения полётных ситуаций, что пилоты в самом деле ничего не видят, ничего не слышат, ничего не понимают. И при анализе материальных последний авиационных П-6 мы обнаруживаем, что когда пилот функционирует в эмоциональном режиме, психической деятельности, те обязательные показатели, которые он должен считывать с приборов, те звуковые и световые сигналы, на которые он просто обязан, ну, по требованиям Орела, непременно обратить внимание, те подсказки, которые делают ему другие члены экипажа-диспетчером, полностью игнорируются. Закономерно игнорируются. Ну, генерал, ну, как же ему же, говорит, я говорю, генерал, посмотри. А вот тогда генерал поглядит, и всё равно не поймёт. Ну, ему же, говорят, для генерала важно, если сказал, значит, выполнять. Ну, там звуковой какой-то информатор говорит, прекратите заход, там, это, pull-up, как этого самого, ну, вверх, тени на себя штурвал. Ну, а он почему-то вниз его, а не на себя. Ну, режим такой, понимаете, да, генералы. Вот так вот. Возникает парадоксальное явление. Пилот слышит предупреждающие сигналы и речь, видит показания приборов, но вследствие опережения его активным сознанием реальной ситуации он не в состоянии их анализировать и должным образом интерпретировать. Не может. Такова закономерность функционирования психики человека в эмоциональном режиме. Типичная картина из практики расследования. Речевой информатор предупреждает, не снижайтесь. В кабине прозрительно звучит сигнализация опасного сближения с землей. Мигает лампочка. Вот такой неприятный сигнал, вот опасное сближение с землей, надо просто уходить в набор. Диспетчер команд, да, второй пилот кричит, Михалыч, уходим на второй диспетчер команд, прекратите заход. Однако командир воздушного судна плотно продолжает в снижении и стремится во что бы не стал произвести посадку. Как ни в чём не бывал. Только быстро и безуспешно. То есть как лев, да, речь его становится отрывистой, проявляется много междометий, хаотичное мышление, соответственно. И как лев, нацеленный на антилопу, пилот видит ток конечную цель, торец взлётно-посадочной полосы, на которой он должен приземлиться. Вот так функционирует витальное тело человека. Смотрите, как интересно. Эмоции ускоряют в течение психологического времени, и мы опережаем реальность мышления, замедляет в течение времени, мы отстаём от реальности. При стереотипной роботоподобной деятельности мы на немного, но всё-таки отстаём от реального времени. Получается, что мы никогда с вами, вообще по жизни-то, не пилоты, не связаны с реальностью, то есть не связаны с Господом, Богом или с Божественной силой. Вы поняли? Никогда. То есть человек, который равна Бога в силу закономерности режимов функционирования его психики. Вот наша работа на пути, она позволяет вернуть нас вот туда, в этот самый сверхспонтанный режим деятельности психической, то есть вернуть к Господу Богу. Вы поняли или нет? Вот, чем замечательно, вот то, чем мы с вами должны заниматься. Надеюсь, чем вы занимаетесь. Ясно? Вот с позиции науки, что ли, вот. Это, ну, по-моему, для меня это элементарно уже. Вы должны в это поверить хотя бы, что это так на самом деле. Вы же не генерал, а вы просто должны понять и поверить. Картинки хорошие. А дальше. Практика показывает, что относительно длительное, то есть десятки секунд и более, функционирование пилота в эмоциональном режиме психической деятельности на особо ответственных этапах полёта, как правило, приводит к печальному исходу. При этом, чем ближе цель, к которой императивно стремится пилот, тем импульсивнее становится управляющая действие. То есть пилот подсознательно стремится замедлить время и ускорить исправление ситуации. Отсюда импульсивность, как результат глубоких внутренних противоречий на клеточном уровне. Ускорение и замедление. Вот это внутреннее противоречное. Картинку покажи, Володь, ещё одну. Вот отличается от той картинки, да? Тут и шкала другая. Тут, если вот в тех же самых параметрах, то тут листа бы этого не хватило. Вот это управляющие действия. При заходе на посадку. Ну, чё, с самолётом, понятно? Групп. Могу вам сказать, что это один полёт. Полёт, в котором экипаж транспортного самолёта оказался заложником обстоятельств. Это был полёт в Африку, на горный аэродром, самолёт с оружием был. Никаких вариантов запасного аэродрома не было. Обязательно садиться в том месте, куда он вёз это самое дело. Ну, катастрофа, понятно. Погода никакая, сплошной туман. Вот они, последовательные переходы. В катастрофический режим функционирования психики. Понятно? Это переход психики в катастрофический режим функционирования. Вот такой был случай. То есть он наглядно показал динамику развития аварийной ситуации, которая приводит к катастрофе. По сути, это увеличенная в два раза картина годографа вот того, крайнего справа. Если вот в тех же, я говорю, шкалах, то это будет в два раза больше. Так что на всех рисунках, при самом действии одного и того же человека, оно как разительно не отличается. Хорошо обученного пилота. По сути, при импульсивной психической деятельности клетки тела кричат «СОС!» и пытаются нас спасти, но они не способны дозировать движение и не способны оценивать ситуацию. То есть сдерживая эмоциональный напор, они пытаются повернуть процесс вспять, вернуть человек в реальное время, чтобы предотвратить беду. Иногда это удаётся, иногда нет, но по сути это спасительная клеточная реакция организма, создавшая эмоциональные условия. Иногда вот бывает так, что случается, что и нормально. Другое дело, что в лётной деятельности подобная импульсивность поведения в подавляющем большинстве случаев рисукубляет и без того сложную ситуацию. В связи с этим вспомним первые одноклеточные организмы, которым предстояло существовать и выживать в агрессивной внешней среде. Импульсивность поведения родилась в те самые времена. Чтобы выжить, надо было действовать чрезвычайно быстро. Не успеешь – погибнешь. В режиме импульсивной деятельности человек действует как простейший живой организм. Функционирование в импульсивном режиме быстро истощает энергетику организма. Долго нельзя в таком состоянии пребывать. Это последний выброс энергии. Так вот, возврат из режима эмоциональной деятельности к оптимальной, то есть к интуитивной подсознательной крайне затруднён, и возможен лишь через фазу импульсивной деятельности, которая при этом может проявиться в форме чрезмерной двигательной активности, нужна обязательно пауза. То есть вернуться из неоптимального пилотирования, третий рисунок, вот к оптимальному, только через рассудочный режим можно. Это время. То есть тебя должны стукнуть палкой, ты должен понять, что это такое. Только тогда ты можешь вернуться к оптимальному пилотированию. То есть это чрезвычайный назад. Ход, он очень длителен во времени. И когда идёт переход от рассудочного, или уже переход совершился в эмоциональный режим, вот здесь, здесь, на ответственных этап полёта, здесь нужен автоматический увод самолёта на второй круг. Пилот здесь уже не срабатывает. Нас пригласили для участия в разработке вот этих систем, когда было безденежнее. Вот в Жуковском, в Институте авиационного оборудования мы начали разработку вот этих вот вариантов вывода пилота из состояния неоптимального пилотирования, когда вот критическая ситуация, отработка автоматического ухода на второй круг, то есть прекращение захода на посадку. И первый этап работы мы выполнили. Об этом был снят фильм. Но потом, когда пошли заказы на военную технику, всё это, простите, ушло на второй план. Кому нужна гражданская авиация? Нужны военные самолёты. Так что бейте, и хрен с вами. Пассажиров. Поняли? Вот такой был резкий переход. Тогда было уже готово, вот вся эта система, она уже была пробирована, уже были испытания на тренажёр. То есть можно было диагностировать переход в катастрофический режим пилотирования с этого момента автоматически вот на второй круг должен быть. Автоматика, не пилот. Было понятно, что пилот уже здесь себе не принадлежит. Ну вот так. Да что, обратный переход? О, это время. И немалое. Вот бытовой пример. Крупная ссора. Ни один из ссоревших не желает уступать друг другу. Оба находятся в эмоциональном режиме. Внезапно один из ссоревших, перейдя в эмпульсивный режим функционирования, истошно крикнув, набрасывается на другого с кулаками. Ещё мгновение, и последует непоправимое. Однако в самый кульминационный момент наступает пауза, занимаясь сцена. И постепенный переход к рассудку. Боже мой, что я делаю? Ну вот так вот примерно. Для того, чтобы во что-то вернуться, эмоциональное действие должна кульминации достичь. Не будет кульминации, не будет возврат. Вот так устроена человеческая психика. Вы меня понимаете? Поэтому удивляться тому, что в мире происходит, как спорят, что-то обманывают друг друга. Ну, вы все, так сказать, в полузнании или в незнании, в десинхронозе всё воспринимаете реальность искажённая обязательно. Подмяки их вопросов к людям, то, что они творят, вообще нет уже с некоторых пор. Творите. Я в этом просто не хочу участвовать. И не буду участвовать. А вы творите. Поэтому и вы должны как-то вот внимательно относиться, прежде всего, к самому себе. Потому что вы собой представляете. Понятно? Это главное. Спасибо. 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 Спасибо.